В этом занятии разберем, как можно получить доступ к HTML элементам через JavaScript методы Я сделал заголовок первого уровня, заголовок второго уровня и еще один заголовок второго уровня Что я вам хочу показать? Я вам хочу показать, как мы можем получить доступ к элементам определенного тега Вот эти два элемента тега h2, поэтому я хочу получить все эти элементы Как это сделать? Я создам перемены Вот titles, потом пишу document Document это обращение к документу, ко всему документу, ко всему HTML документу И вот, как вы видите, первым в подсказках появляется getElements, то есть множество, byTagName Я его выбираю и здесь пишу h2 H2 пишу здесь, а в этой части пишу console.log.titles Вот, теперь откроем консоль, обновим страницу и увидим, что мы здесь увидим Здесь мы видим вывод, это HTML коллекция, в которой есть первый элемент под индексом 0, да, с каким-то ключом И второй элемент с ключом 1 Это не массив, это не массив, это HTML коллекция Мы можем обращаться к элементам вот таким образом Давай попробую это сделать, получится, нет? Да, вот таким образом получается Обращаться я получаю доступ к этому элементу Я также могу написать здесь 1 И я обращусь к этому элементу по его ключу Но вот если просто вывести titles, то это будет не массив Это больше похоже на объект И он вот в этой части, в такой слегка притушенной Видно, что он является созданным от HTML коллекции То есть это экземпляр HTML коллекции А HTML коллекция создана от объекта Она наследовалась от объекта Вот здесь уже методы объекта Но иногда нам нужно пройтись по нему циклом И мы можем пройтись по нему циклом, просто используя цикл for Вот если вам нужно сделать итерацию по нему Потому что у него есть длина У него есть такое свойство длина И мы можем ее использовать I равняется 0 I меньше либо равно titles.length I++ Вот так мы можем сделать Так мы можем сделать И в консоль Мы даже можем в консоль выводить Что выводить? По ключам По ключам мы это можем вывести И это будет работать Сейчас показываю Вот два элемента вывелись Хорошо, но я даже сделал небольшое исследование По Stack Overflow и посмотрел, что вообще предлагается Каким образом предлагают ее перевести Вы можете также загуглить Путь перевода HTML коллекции в массив Сейчас самый простой способ перевода в массив Это Как это называется? Это называется REST Да, вот такой способ Да, Spread Operator Спред Operator Оговорился Как это работает? Вот я пишу консоль лог И перевожу здесь это все в массив Titles Вот это самый простой способ перевода в массив Сейчас посмотрим, как это работает А есть еще один Еще один интересный способ Вот я открываю И он говорит, что это уже Array Есть еще один способ Он называется ArrayFrom Когда нужно перевести что-то Что может быть переведено в массив То есть что может соблюдать Что может хранить такую же структуру Так проверим Точно работает Да, точно работает Мы получаем массив из него И уже можем работать с ним как с массивом Как с массивом Можем ли мы это записать в какую-то переменную? Наверное, можем Const Ar И потом сделать какую-то модификацию Если это нужно Но мы будем уже модифицировать Не исходные элементы Не эти элементы А просто вот массив Массив из этих элементов Сейчас проверю Концоль лог Выводится ли Так, 12-я строка 12-я строка Да 12-я строка выводит нам массив Все прекрасно ArrayFrom тоже работает Поэтому этот способ Документ Так что Используйте Применяйте Практикуйте Я вам очень рекомендую Повторить вот эту операцию И написать Document GetElementsByTagName Кстати Еще один Еще один трюк В консоли разработчика Вот здесь В консоли разработчика Вы можете Писать здесь Все, что вам нравится Допустим Вы можете здесь Писать Конст A Равняется Документ Так Документ GetElementsByTagName Вот И здесь мы можем Написать Например Другой тег Который называется H1 А можно точку запятой Не ставить Нажимаем Мы можем даже A вывести И вот то Что находится Внутри А Вот я нажимаю И здесь мы получаем То, что находится Внутри А Это очень удобно Потому что Так вы можете Сразу экспериментировать В консоли Не нужно записывать Обновлять Можно посмотреть Из чего состоит Сам элемент Элемент Содержит в себе Множество Всяких свойств Вот их Можно посмотреть Access Key Бла-бла-бла Также Одно Из свойств Это Inner HTML И Также Еще есть Inner Text Они немножко Отличаются Друг от друга Вы можете Проверить Это на Вложенных Каких-то Структурах Видите Здесь много Разных Свойств Есть Давайте Попробуем Попробуем Вывести Массив Вот У меня Есть Массив Из H2 Да То есть Массив H2 А я могу Кстати Его Переделать Здесь Написать Например All H2 Вот так Будет Здесь Напишу H2 Получаю И Теперь Вот Эту Штуку Этот Псевдо Массив Коллекцию Элементов All H2 Я Перевожу В Массив После Этого Можно По нему Пройтись Мэпом Хотите Можете Пройтись Мэпом И Взять Оттуда Элемент И Inner Текст Получим Лима Его Да Еще Классная Штука В Консоли Разработчика Что Вы Можете Видеть Предварительно Результат Который Будет Возвращать Этот Метод И Вот Видите Здесь Он Гритмин Second И One More Title И Это Все Можно Присвоить В Какую То Переменную Const B Вот И Потом Уже С ней Работать Выводить Туда Куда Туда Куда Вам Надо Вот Пробуйте Экспериментируйте Повторите Если Все Получилось Хорошо Если Вдруг Где-то Какая-то Проблема То Пересмотрите Эту Запись Сделайте Это Чуть Медленнее